привет дорогой нас видно слышно привет привет отлично у меня сегодня вопрос дня это уже сегодня блог записал по этому поводу то что путин принял закон о там да то что путин сегодня точнее не сегодня вообще это я блог записал сегодня вообще принят закон о фейках так называемый закон о фейках который естественно инспирировал кремль естественно поддержала государственная дума о том что каждый распространяющий фейки пророссийскую армию войну в украине сядет на 15 лет так вот первые кто попадают под этот закон это путин шойгу герасимов и вся государственная дума скобеева соловьев то есть они первые должны садиться на 15 лет и вообще у меня есть творческое предложение давайте кремль нахрен обнесем колючей проволокой и туда как бы там уже сидит путин с компашкой туда госдуму всех пропагандистов и вот такая вот зона потому что если почитать этот закон ну вот даже его преамбула там начала там терминологический листок то получается что путин сам себе придумал закон по которому должен сидеть 15 лет такой выстрел в путинскую так сказать политическую ногу я не могу сказать сергей что я детально изучал этот закон но я регулярно российские оппозиционные каналы в основном конечно на youtube и слушаю те комментарии которые даются к этому ноу-хау российскому но если бы у меня были волосы они бы встали дыбом потому что такого откровенного бреда и издевательства над здравым смыслом в 21 веке просто невозможно между прочим интересный момент я сегодня на одном из наших украинских каналов увидел фрагмент известного интервью которое лукашенко дал соловьеву и вот во время этого интервью этот недодиктатор картофельный папа так вальяжно развалившись в кресле рассказывал что если даже там начнется это войнушка то это войнушка продлится ну три-четыре дня максимум вот уже только за одно за это вот этого высеющего педераста надо было бы в соответствии с этим законом федерации по крайней мере возбудить уголовное дело в отношении этого экземпляра да меня очень реально бесит опять это у меня тема уже даже ни одного дня что даже гиркин который является абсолютным врагом украины он ну человек обвиненный в преступлениях против человечности это международный преступник официально признанной даже он говорит и сегодня это становится все более актуально и ты как человек имеющий отношение государственному управлению мало того к управлению по ну территориям там донецким донецкой луганской области что на сегодняшний момент складывается ситуация когда российские контрактники массово бегут они отказываются от контракта поскольку официально россия находится не в состоянии войны то есть они принимают идиотские законы по поводу распространения фейков о войне но с другой стороны они запрещают называть войну войной вот это вот как бы и контрактники этим пользуются они говорят а ну разве это не война разве это спецоперация нахрен нам нужна служба вашей федерации и они говорят ну оштрафуйте нас да я кто кажут у нас в анекдоте кумы ну про граф кумы про грау вот и вот они отказываются служить в мы не будем сейчас я вижу что георгий так он он георгий знает этот анекдот наши зрители могут загуглить анекдот ну про граф кумы про граф вы получите массу удовольствия тем более что учить украинскую ну как бы украинскую мову это не лишнее поверьте мне это европейский язык то есть украина обязательно будет в ес будет в нато посмотрите анекдот начните с этого изучения украинского языка русским он пригодится потому что на украина китайской границе всегда неплохо знать один из языков своих скажем так значит бегство контрактников совпало с призывом вот это совпадение не думаю вот оцени пожалуйста с твоей точки зрения как это икнется на боеспособности российской армии ну во первых ты абсолютно прав когда говоришь что контрактники массово начинают отказываться от продления контракта а некоторые даже стараются досрочно назаривать этот контракт и я вчера вечером слушал несколько радио перехватов разговоров контрактников с в основном с женами в которых они обсуждают именно такое решение и мотивируют они это в первую очередь с точки зрения соблюдения законодательства именно как раз тем ты абсолютно прав что не объявлена война а согласно действующего законодательства в россии контракт не может быть разорван в случае объявления войны раз войны нету то значит и преследовать контрактников нет хотя в разговорах с женами они неоднократно заявляли о том что когда они высказывают подобное желание от командиров частей они начинают испытывать массу разного рода давлений вплоть до угроз привлечения к уголовной ответственности через прокуратуру но судя по разговорам их это не очень остановит потому что все таки лучше живым отсидеть чем мертвым мертвым от лежать то что касается сейчас призыва резервистов мобилизации резервистов которая начинается скрытая мобилизация в россии я не думаю что она будет встречен населением на ура скорее всего я предполагаю что первая волна еще может будет держаться на лже патриотизме благодаря таким подонкам как соловьев но второй волны уже не будет сейчас такая зеркальная ситуация складывается на временно оккупированных территориях донецкой и луганской области когда в самом начале еще до начала активных действий объявили на той территории оккупированы призыв нашлись честно говоря идиоты которая ради там 300 долларов ежемесячной зарплаты откликнулись но закончилось это тем что просто патрулями стали отлавливать мужиков на улице а те в свою очередь просто прячутся сидя по домам не выходят на работу в магазины ходят жены и в результате вся эта тарабарщина в конечном итоге вот вчера была пресс-конференция этих студентов из донецка сколько их там помощь человек девять или десять но сопляки которые по 18-19 которые просто поймали на улице дали по одному русскому без без каких-либо навыков слава богу что они просто сдались в плен так хоть живыми остались но у меня лично к сожалению лично есть пример когда у моего хорошего знакомого который сорода из донецка он практически с пятнадцатого года живет на территории центральное правительство но так сложились обстоятельства его сын стал виновником дтп в донецке со смертельным исходом соответственно он был арестован он не мог покидать территорию потом судом ему было присуждено наказание в виде пяти лет лишения свободы отбывания он отбыл от звонка до звонка и еще получил на два или три года статус поднадзорного то есть даже после освобождения из колонии он не мог покинуть вот эту вот так называемую территорию в результате его поймали призвали в один из этих армейских корпусов так называемых и через белгород направили на харьков и этот парень который абсолютно не был никаким не пророссийским колорадом не сепаратистом и просто нелепое стечение обстоятельств и в результате этот парень на третий день просто погиб да ну уже если мы это конечно большая человеческая трагедия и я думаю далеко не единственная потому что в очень близких ситуациях оказалось большое количество украинских граждан которые даже мыслить не могли о том что они окажутся как бы каким-то даже опосредованным образом на стороне борцов с независимой украиной то есть для них это неприемлемо но им нет оставляют выбора под страхом смерти под страхом наказания уголовного по белгороду мы конечно понимаем что по картам 18 19 там по более ранним более поздним и белгород и таганрог это все однозначно этом беспрекословная территория украины но вот сегодня было заявлено я так понимаю что даже вчера вечером что украинские якобы украинские там вертолеты обстреляли пожгли в белгороде нефтебаза во первых как-то это немножко не вяжется с тем что он по заявлениям украинской же военщины опять когда их нужно сажать в тюрьму за фейки на 15 лет правильно что они уничтожили буквально в начале марта всю украинскую авиацию да пусть российские генералы вот немедленно сядут в тюрьму за фейки если это фейк и это не всю авиацию сожгли тогда им 15 лет за то что не всю сожгли если это не украинские вертолеты тогда им 15 лет за фейк что это не украинские вертолеты то есть как-то я вот не понимаю с одной стороны принимая закон о фейках за это я кто у нас скажут опять-таки посмотрите ну как кумы вы че туды че сюды бога за ж выходят это еще один прекрасный украинский анекдот такого из области черного юмора да вот как-то ну но это же бред но есть взаимоисключающая информация потому что во первых это и та информация вранью во первых прекрасно себя чувствует украинская авиация больше того она пополняется с каждым днем во-вторых никакие наши вертолеты белгород не обстреливали то есть вообще посадить надо и тех фейкометов российских и этих фейкометов то есть если закон вообще пустить в действие на свободе в российском министерстве обороны вообще никого не останется ну во первых я убежден что это были не украинские вертолеты я сам лично видел что за штурмалом одного из них сидел байдера за штурмалом второго сидел громко поэтому украина к этому не имеет никакого отношения это исключительно проказы американских нет сейчас как там соловьев говорит англосаксов на провиски проклятых англосаксов или результат рукожелности так у нас проблемы со связью похоже гость завис вот на англосаксах у нас как раз за нас гость все да у нас да ты на секундочку куда-то ушел на англосаксах товарищ майор не выдержал когда товарищ майор услышал про англосаксов он тут же рубильник на себя сказал только только не про англосаксов если вернуться на секунду к англосаксам я очень люблю троллить вот всякую эту колорадскую одноклеточную быдло массу и вот в данный момент у меня я не знаю будет видно или нет вот у меня шеврон для солдат батальона территориальной обороны но я хожу с шевроном на котором написано центр интеллигенс и джинси то есть по-русски цирк опять звуком что даже у некоторых моих сослуживцев когда они присматриваются к англоязычная надпись и номер шевроне у них сначала конечно уже начинается я не исключаю что то что случилось белгороде это могло быть следствием либо врожденной российской рукожопости либо это могло быть провокации со стороны тех людей которые сейчас руководят российской федерации да смотри о чем бы я еще хотел поговорить если мы уже говорим о ситуации которая сейчас возникла мы же понимаем что когда путин врет что все идет по плану то во первых возникает вопрос то есть он запланировал вообще пожар в белгороде ну то есть это была часть плана ну подождите ну плана нет есть план который курят тогда конечно путин в чем-то часть плана но тогда путин собственно говоря без плана вообще не как-то не воспринимается да то есть если план имелся ввиду как наркотическое вещество тогда все по плану но если по уму то я же не верю что путин планировал гибель там 20 тысяч своих солдат путин планировал об стену как бы пожар в белгороде путин планировал позорище которым и пас и то что он стал всемирным посмешищем путин запланировал разве стать всемирным свистарасом да вот таким вот то есть все то есть вряд ли это то есть встать главным подонкам мира и затмить гитлера вряд ли это был план путина accesом на 9 мая планировал что-то совсем не похожее на то, что он сейчас огребает без дублеров и вазелина по полной программе. Я не верю, что такой позор и такое страхолюдие он запланировал себе и своему окружению. Меня вот интересует, что Путин же не мог планировать полтора месяца толчаи и переговоры. То есть он же не планировал переговоры до 24 числа. То есть я так понимаю, что не планируются переговоры, когда начинаются военные действия. Когда начинаются военные действия, планируется победа, а не переговоры. И вот теперь о переговорах. О переговорах, которые сейчас проходят. Как ты считаешь? Ведь как бы обычно переговоры это предполагается компромисс. А компромисс в данном случае не будет воспринят от слова вообще. Вот база для переговоров. Вот переговоры. А это о чем? Давай поговорим. О чем могут быть переговоры? Я крайне негативно отнесся сразу же к этому. К тому, что произошло в Стамбуле. И той информации, которую озвучили непонятно кто. Я не знаю, кто такая Арахамия Ахламидия. В каком статусе эта персона, которую я лично знаю с 14-го года. В каком статусе она там пребывает. Кто оно такое? Тем не менее, вот эти вот тезисы абсолютно дурноватые, если называть вещи своими именами, которые были озвучены, они мною не принимаются от слова вообще. Я себе не представляю, каким образом Украина должна с кем-то, например, с Россией согласовывать проведение совместных военных учений с нашими союзниками. Я не понимаю, с какого такого напряга вдруг Украина должна идти до изменения собственной конституции в угоду Кремля, я имею в виду членство в НАТО. Я не понимаю, каким образом на сегодняшний день нынешняя власть в качестве чего? Это такой своеобразный компромисс посредине договориться отказывается от претензий на исконно украинскую территорию, имею в виду Донецк, Луганск. На каком основании вопрос о возврате контроля над аннексированным полуостровом Крым откладывается на 15 лет долтовни. Я не понимаю подобного подхода, я его категорически не принимаю. Я просто убежден, что такая точка зрения превалирует в украинском обществе. И если, не дай бог, будут реализованы какие-то конкретные шаги, то никакому даже такому суперснотворному, как Арестович, не удастся забаюкать народу. жизни. военную администрация владеет. Это временное явление, которое мы принимаем. Во время войны это нормально. Но для того, чтобы проводить референдум, надо отменить военное положение. Отменить военное положение для проведения референдума по любому поводу. Во-первых, то, о чем они говорят, это уже запрещено Конституцией. В принципе, проводить референдумы по поводу территориальной целостности Конституция запрещает. Менять Конституцию во время войны тоже Конституция запрещает. То есть, любые действия, которые проговариваются на этих переговорах, они жестко противоречат украинской Конституции, потому что отменить военное положение нельзя до того, как, грубо говоря, мы не вернемся к состоянию на 23 февраля вечер. Вообще, о какой легитимности какого угодно референдума может идти речь, если часть территории государства пребывает в состоянии оккупированной? О какой легитимности вообще может идти речь? Не важно о том, даже какой вопрос будет преподноситься на референдуме. Какой угодно референдум в таких условиях не считается легитимным и не может таким быть априори. Да, поэтому, собственно, я и говорю о том, что у нас, это мы тут можем пофантазировать, поскольку я, допустим, не облечен государственными полномочиями, поэтому хочется подумать о том, о чем политики думают, но как политики они не могут об этом сказать вслух. То есть, дождаться, пока или шаг или и шаг сдохнут, то есть, пока или затихнет конфликт и всякнут российские силы, они просто выхолостятся и сдуются, ждать, когда сдохнет Путин, ну, потому что если Путин сдох, тогда, собственно, есть возможность двигаться, отменять его решение, потому что он же упрямый ботоксный пень на каблуках, который уперся рогом и теперь, ну, заботится, прежде всего, не о своей стране, не о своих гражданах, не о легитимности вообще процесса. То есть, как бы переговорщики понимают, что они не могут ни о чем договориться и ни о чем, кроме толкти воду в ступе, они договориться не могут. Нет ли у тебя ощущения, что переговорщики с обоих сторон понимают, что договориться, по сути, они не могут в принципе, ни о чем. И это понимают обе стороны на переговорах. С моей точки зрения, именно так это все и выглядит. И Россия, без всякого сомнения, это прекрасно понимает, свою позицию Кремлевская администрация публично озвучивала многократно, начиная с 2015 года. Ничего нового, ничего измененного в этой позиции нет, разве что появился пункт о признании так называемых ДНР и ЛНР в территории имеется ввиду Донецкой и Луганской области целиком, а не отдельных районов. Это единственное отличие в риторике Российской Федерации за последние годы. Что касается нашей делегации, которая представляет власть нашего государства, ну, хотя мы можем уже абсолютно спокойно посылать Путина вслед за кораблем, но я думаю, что уже наверное настало время и наших золотых долгожданных и любимых властителей послать гуськом за Путиным по тому же известному адресу. Меня в первую очередь интересует вопрос, вот, начнутся не результат переговоров, а сам процесс переговоров и абсолютно логично предположить, что как условие для начала переговоров будет выдвинута концепция полного прекращения огня. Это будет прикрываться защитой мирного населения, необходимостью прекращения бомбардировок украинских сел и городов гуманитарными различными пожеланиями. это все будет преподноситься населению как забота о мире. Но вместе с тем надо трезво понимать, что в этот момент будет зафиксировано статус-кво. То есть Херсон оккупирован, Мариуполь уничтожен практически оккупирован, многие населенные пункты на севере вокруг Чернигово например, они находятся под оккупацией, вокруг Харькова оккупация, к Запорожью подползли ублюдки, часть Донецкой и Луганской области удалось им захватить. И вот это все с момента начала переговорного процесса будет заморожено. Такая пауза она без стеменения даст возможность российским войскам окопаться, построить укрепрайоны соответствующие и соответственно потом, чем бы не завершились эти переговоры, нашим военнослужащим придется в разы тяжелее, выбивая русских оккупантов из тех укрепрайонов, которые будут ими созданы во время проведения вот этого мирного, абсолютно бесперспективного диалога. я насколько сегодня отслеживал по новостям есть информация о том, что неважно дела идут у нас в Изюме но с другой стороны есть совершенно четкая очевидная информация о том, что уже освобождено севернее Киева несколько населенных пунктов, там враг отбрасывается, я вижу даже сопли российских журналистов, российских пропагандистов, которые истерят, говорят, как это мы отходим там поднимают желто-блокитные флаги над пунктами где еще вчера русские войска грабили местное население разрушали мирные дома скажи мне пожалуйста у нас будет с твоей точки зрения еще вот этот рецидив наступательных операций со стороны России они соберут еще какое-то количество техники и вот пойдут последний бой потому что фактор внезапности как правильно говорили военные эксперты фактор внезапности утрачен если вот все что они захватили все что ты перечислил это было захвачено исключительно по причине фактора внезапности то сегодня этого фактора нет будет ли масштабная наступательная операция или будет ползучая вот эта дегенерация то есть отход выравнивание линии фронта и то есть вот перед вот этим окапыванием будет ли попытка штурма Сергей ну во первых я с тобой не соглашусь с тезисом о внезапности потому что внезапностью эти действия со стороны вооруженной силы России стали исключительно для идиотов массой украинской власти 4 месяца перед этим весь мир информировали спецслужбы целого ряда стран далеко не только Соединенных Штатов и Британии получали открытую информацию наверняка она сначала шла по закрытым каналам видя абсолютно неадекватность реагирования нашей власти на получаемую информацию наши союзники были просто вынуждены эту информацию выносить в публичную плоскость и что для нас это стало неожиданностью это для нас их дебилов во власти набанковать это стало неожиданностью это не могло быть неожиданностью что касается возможных ударов дальнейших и эскалации ну по данным Генерального штаба вчера практически началось отведение подчеркиваю только лишь части военной группировки российских вооруженных сил которая стояла под Киевом в количестве семи сотен единиц и американцы уже и британцы тоже дали аналитические свои заключения что вот эта вот часть из семи сотен вооруженных механических средств имеется ввиду танки БТР разного рода военно-транспорт средства они отводятся для того чтобы произвести перегруппировку и усилить давление российской армии на восточном направлении поэтому у меня нет ни секунды сомнений в том что ни о какой деэскалации и речи не идет наоборот нам надо готовиться к еще более жестким боям и глядя на те перегруппировки которые происходят например на юго-востоке к сожалению у меня складывается такое впитепление что вот эта сволочь она потихонечку начинает концентрировать свои силы для удара по запорожью тут бы я тоже очень осторожно хотел бы высказать свою мысль о том что конечно никто не сомневается в мире в том что Украина победит ну в принципе мы уже победили потому что в определенном смысле цели поставленные агрессором не достигнуты то есть фактически ни один крупный город не взят нету контроля за территорией сколько нибудь значимой потому что вот эти вот черви вот эти то что там на юге конечно у нас проблемная ситуация это правда там все намного хуже чем могло бы быть если бы не опять таки ты очень правильно сказал про втыки определенных наших чиновников о чем будем говорить только после победы понятно скажи пожалуйста вот давай сейчас просто так абстрактно поговорим ну понимая конкретного персонажа что победители в той же Второй мировой войне Деголь там Черчилль победив войне оказались политически принесены в жертву будущему своих стран их выбросили из политики как ты считаешь нынешняя власть обречена ли она ну или сможет ли она вот эту выполнить миссию отказаться отказаться от своего политического будущего во имя будущего Украины то есть принять на себя негатив потому что негатив всегда после победы ну достается тем кто был у власти потому что всегда они они понимают что победа всегда достигается за счет падения авторитета вот этого условного победителя потому что так устроена история победа всегда несет горечь она всегда несет страдания всегда человек который прошел всю эту победу ведь Черчилль правильно говорил кровь пот слезы вот это все оно все прилипает к победителю и он должен пожертвовать своим своей карьерой своим постом во имя этой самой победы у нас найдутся силы нашей власти это понять и принять ну во первых хотел бы отметить что оба названных собой исторических персонажей Черчилль и Деголь через некоторое время триумфально вернулись в политику и и и британское общество и французское по достоинству оценили вклад и Деголя и Черчилля в великое дело победы над нацистской Германией но знаешь только лишь абсолютно или шизофреник или политик он может сравнивать Владимира Зеленского с такими фигурами как Черчилль или Деголь я не соглашусь с тезисом что выяснять причины по которым мы получили такой глубочайший нокаут на юге нашей территории когда практически без боя сдали Херсон когда практически без боя сдали все побережье Азовского моря потеряв полностью доступ к Волу я не думаю что это надо делать после победы почему объясняю есть люди которые имеют фамилии имена и должности которые фактически своими действиями или бездействиям потворствовали подобному сценарию и когда сейчас я слышу призывы давайте объединяться давайте только у меня всегда стоит вопрос с кем или вокруг кого вокруг того кто привел нашу страну к состоянию неготовности тому кто привел фактически маршем парадным маршем российские колонны с территории аннексированного полуострова Крым заходили на люк нашей страны вокруг этих людей мне предлагают объединяться я это категорически не принимаю и в первый же день когда в пол пятого утра бомбили Киев я сказал что я объединяюсь вокруг вооруженных сил Украины а не вокруг политиков какие бы фамилии они не носили ну я думаю что в принципе разделяя полностью твои эмоции мы получили ситуацию так скажем сюрприза для всех Путин прекрасно понимал все о чем ты говоришь он ведь четко понимал что рейтинг власти в Украине падает организационные способности мягко говорят и прав до Деголевских или до Черчиллевских не дотягивают Путин прекрасно понимал разницу между Черчиллем Деголем и Арахамией это несовместимые вещи это как небо и земля где Черчилль где Арахамия поскольку у нас в воздухе что-то не было запаха Черчилля а был запах Арахамии причем такой запах что аж глаза щипало Коли Котлеты там Тищенко у нас есть такой персонаж или Юзика они подумали что вот оно вот оно вот сейчас мы на Украину нападем и вот этот вот разброд и шатание и тут весь мир охренел потому что мы с тобой тоже офигели от того какие мы крутые какие у нас вооруженные силы какие у нас мотивированные бойцы как народ поднялся в один день мочить врага вот это произвело впечатление конечно не только ну на сгоревших российских мальчиков то есть они даже обугливаясь офигевали на украинских полях то есть у них даже на стадии обугливания не проходила стадия офигения и я скажу что офигел в общем-то весь мир офигела Европа офигела Америка потому что это афганским вот этим вот этим вот армию построили и они сдали все за три дня а у нас не то что не сдали у нас размолотили за три дня и нам уже дали фактически после того как мы размолотили вот развернутое вот это вооружение как ты считаешь пауза мы сейчас явно находимся в состоянии паузы она на пользу нападающей стороне больше или на пользу обороняющейся то есть вот эта пауза в военных действиях она больше помогает украинским вооруженным силам или больше помогает на противнику Сережа если честно я не вижу никакой паузы то что например части вооруженных сил Российской Федерации отводятся от Киева от Чернигова это вовсе не означает что снижен градус боевых действий например на востоке я имею ввиду Донецкое и Луганское направления тот же самый Изюм Мариуполь абсолютно нет абсолютно и эти части которые сейчас передислоцируются они как раз именно и уходят от Киева Чернигова для того чтобы усилить давление на юго-восточную часть нашего государства поэтому никакой паузы я не вижу более того я конечно не работаю в генеральном штабе и я абсолютно доверяю тем людям которые сейчас руководят генеральным штабом и вооруженными силами нашего государства но с эмоциональной точки зрения мне не очень приятно слышать доклады о том как колонны в 700 единиц бронетехники фактически спокойно покидают территорию Киевской области в направлении Беларуси почему их не добивают не уничтожают и не долбят я понимаю что наверное сравнение будет абсолютно некорректным но я чудесно помню как свое время по непонятным для меня причинам удалось выйти к Гиркину точно такими же колоннами и фактически зайти в опустевший Донецк и взять город под свой контроль и может быть если бы в то время в 15-м году был отдан приказ на уничтожение вот этой вот немногочисленной колонны которую возглавлял Гиркин то может быть бы история взаимоотношений нашего государства сложилась бы совсем иначе хорошо давай теперь перевестимся от театра военных действий которые у нас хотя я честно говоря поспорил бы потому что активное наступление продвижения вот захват территорий остановились мы сейчас находимся в стадии более-менее позиционной войны определенная пауза ну как бы наступила в том плане что ну даже если мы посмотрим по количеству погибших русских солдат мы помним как каждый день росли эти цифры и сейчас даже по количеству уничтоженной бронетехники мы видим что интенсивность боевых действий очень сильно снизилась по причине снижения наступательных темп то есть попытки наступать широким фронтом они вообще прекращены это ли не пауза если попытки наступления прекратились смотри вот то что сейчас обе армии перестали вести вот эти вот с одной стороны активные наступательные действия активные оборонительные другой вот темп ну боевых действий значительно сильно замедлился то есть что дает возможность перегруппироваться одной и другой стороне подвести что-то логистические цепочки нам подвести оружие дживелины энло стингеры возможно там с 300 с европы кому уменьшение интенсивности боевых действий принесет больше пользы потому что интенсивность боевых действий упала то есть в это время работают генеральные штабы в это время работают логистические цепочки налаживаются кто выиграет больше вот блицкрих провалился мы зашли в стадию вот это вот эта стадия приносит больше пользы кому кто из нее извлечет большую пользу с твоей точки зрения сейчас вот о чем был мой вопрос мне хотелось бы конечно как гражданину Украины как патриоту своей стороны верить что в первую очередь это пойдет на пользу нашим вооруженным силам что мы используем данный я думаю очень короткий временной интервал именно для получения дополнительных видов вооружения для пополнения боекомплектов боеспособных частей для возможно для передислокации некоторых частей с запада Украины например в центр или на восток но результат я предусмотреть не в состоянии я хотел бы в этом контексте именно сказать следующее что с моей точки зрения если бы стороной руководили железные яйца а не гуттапевчевые яички то уже давно нужно было бы товарищу картоплянному фюреру преподнести урок и просто поставить перед этим мерзавцем реальный имени государства Украины ультиматум если в течение 24 часов не прекращаешь надавать россиянам доступ к объектам военной инфраструктуры Республики Беларусь если не прекращаются нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь Украина считает Республику Беларусь точно таким же агрессором как им является Российская Федерация и оставляет за собой право нанесения ответного ракетно-бомбового удара по объектам военной инфраструктуры расположенных на территории Беларуси точка вместо этого я слышу какие-то непонятные абсолютно заявления и заламывания ручонок жалких зеленых о том что мол Беларусь еще не перешла к красной линии что надо еще перейти ракеты пущенные с территории Беларуси поражают города западной Украины Луцк Львов полицейские подразделения ну милицейские подразделения этой же самой Беларуси лазят по селам северной Черниговщины в поисках ветеранов АТО и членов семей что еще надо самолеты российские взлетают с белорусских аэродромов и бомбят наши города и села а мы еще считаем какие-то ищем поводов найти красные линии со стороны этого вражеского государства итак с театра военных действий переместимся на российские реалии мне сегодня одна знакомая рассказала что в России оказывается инстаграм-блогеры все вот эти вот вся эта гламурная братья они чуть ли не попытались микрофон упал вся эта братья они заявили чуть ли не что будут требовать чтобы инстаграм как бы компенсировал им потерю заработка вот там чуть ли не миллиард долларов залил в это дело то есть каким надо быть стадом тупорылых махнорылых долбодятлов чтобы обвинять инстаграм в том что кремль закрыл россиянам доступ к соцсетям к всем вот этим вот вещам то есть все таки знаете какая-то придурковатость она по-моему заразна и вот на фоне вот этой прогрессирующей придурковатости то есть люди которые пользуются западным продуктом который Россия у них забирает пытаются запад обвинить в том что их собственная страна перекрывает западу возможность им на этом западном продукте зарабатывать деньги и они считают что ну в общем это запредельная шизофрения клинический идиотизм и вот в России остается только один собственно источник информации это ютюб ну гугл пока еще тоже поисковик работает ютюб последняя площадка которая ну дает какую-то возможность выходить нам да там российские остатки российских там вот этих каналов оппозиционных правдивых блогеры опять-таки могут еще на ютюбе что-то выложить как долго нам светит эта лафа с твоей точки зрения вот это вот сворачивание шеи вот этого вот последнего ручейка что ждать россиянам ну собственно и нам по поводу информационного потока в российскую федерацию знаешь знаешь вот в этом контексте я недавно смотрел интересную подборку материалов на одном из российских ютюб каналов естественно оппозиционных ребята провели опрос в так называемой глубинке российской опрос глубинного друга ну дико конечно смотреть когда обитатели двухэтажных бараков конца 50-х годов в которых до сих пор нету сральников и во дворах мэр города принял мудрое решение из досок сколотил нечто наподобие детского песочника только это не песочника вот в этот песочник обитатели этих бараков в ведрах сносятся и фекалии сливают вот такую вот выгребную яму открытого типа организовал мэр честь ему их мыла когда люди абсолютно реально не знают вообще название такого слова никогда не слышали как стоматолог без зубов когда люди с уровнем образования ну элочка людоедка это просто лауреат нобелевской премии по сравнению с ними и самое интересное подавляющее большинство этих людей они абсолютно откровенно и реально поддерживают нападение на Украину и когда им задают вопрос а какими источниками информации вы пользуетесь ну практически поголовно все отвечают однозначно телевизор что такое ютуб что такое интернет подавляющее большинство этих людей не знают а те кто знают не пользуются у людей это свойство не только россиян есть определенное свойство но если в одном источнике информации постоянно подается та информация которая тебе симпатична неважно она правдива или нет она тебе эмоционально симпатична она соответствует твоему мировоззрению то подспудно ты будешь сторониться тех источников альтернативного мнения которая тебя выбивает вот из этой нереальной абсолютно зоны комфорта поэтому даже если у этих людей есть возможность искать альтернативную информацию в например там мировой сети они сознательно этим не пользуются поэтому к сожалению нравится нам с тобой или нет но вот эта вот картина плачущих и рыдающих мальчиков и девочек которые действительно на платформах инстаграма зарабатывали очень нехилые бабки а за что фактически за пустоту и это соответствует реалиям соответствует действительности это тот мир в котором живет вот этот так называемый глубинный русский народ увы майма тешимайма окажут у нас на Украине да скоро наши зрители наконец я так понимаю начнут владеть украинским языком постепенно нас так наслушаются майму тешимайму да кумы кумы там програв там газы выходят ну скажи мне пожалуйста нас уже остается немного времени буквально 3-4 минуты если ну я не могу сказать иначе как биомасса ну на тех кто вообще не интересуется проверкой информации альтернативными источниками кто не хочет сам определять свою точку зрения а не хавать то что ему вот впихивают эти люди по-прежнему как в советские времена вот скажут что Сталин типа оказался помню как спел великий певец оказался наш отец не отцом а сукою вот вчера Берия был как бы вот он свет в окошке а завтра Берия Берия нет тебе доверия я надавал тебе пинков сам товарищ Маленков то есть вот эта голытьба она точно так же завтра будет Путина проклинать то есть завтра вместо Путина будет какой-то шмутин и все скажут что все тут же ведь они же тут же переметнутся и начнут принимать в другую дырку точно и ярко посвятил часть своего интервью вот именно этой проблеме грубо говоря быдломасте под названием рыбки гупи и той незначительной части населения которое способно думать способно анализировать и которого думать и анализировать это точно такая же работа как плавить сталь лечить людей класть кирпич или что-то либо другое но очень часто вот такая умственная работа она требует от людей намного больше усилий потому что она очень сильно влияет на эмоциональное состояние человека похоже пропал интернет к сожалению мы видим что связь у нас ухудшилась просто неимоверно поэтому я вижу что Георгий ну в таком картинка Георгия в зависшем состоянии поэтому мы с ним прощаемся огромное ему спасибо за то что он провел с нами этот содержательный час вам же я хочу сказать что очередной раз прошу подписываться на канал утро февраля распространять информацию о нас потому что реклама в Российской Федерации на ютюбе затруднена и даже отменена поэтому вот это сарафанное радиопередавание из уст в уста это чуть ли не единственный способ чтобы о нас узнали и в свою очередь мы обязательно будем доносить до вас максимум на ютюбе